Действительно, ситуация, с которой Беларусь столкнулась, она не могла не вызывать у нас обеспокоенности. Естественно, в любой стране, особенно в ходе предвыборных баталий, в поствыборных ситуациях, довольно часто возникают напряжения и даже конфликты. Ну что, далеко ходить, посмотрите, что за океаном происходит, в преддверии выборов, что происходило, как сами политические силы США характеризуют ход избирательной кампании, что происходит сейчас. То же самое возможно в любой стране, это было и в Беларуси. Не это беспокоит, беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать возможность, в конце концов, народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес. Мы видели, как происходило развитие событий, скажем, в арабском мире, в ходе так называемой арабской весны. К чему это привело? Я уж не говорю про всякие другие цветные революции, но здесь к чему привело? Известно, что хорошими всегда объясняют лучшими намерениями. А, как известно, хорошие намерения – это ими вымощена дорога в ад. Вот к чему ведут эти хорошие намерения и попытки вмешательства, и само вмешательство во внутренние дела других государств. Но я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений, выстроить идеолог внутриполитический со всеми политическими силами и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне. Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имея в виду и политический опыт президента Беларуси.